Всем большой привет подписчикам и пришедшим на канал! Я сегодня начну серию видео по так называемой шоковой заморозке продуктов. Это самый современный способ консервирования, который позволяет наиболее полноценно сохранить все вкусовые качества пищевых продуктов. Чем он отличается от обычной заморозки, которую мы все обычно знаем? Это морозильные камеры у нас бытовые существующие. Но оказывается, что для того, чтобы продукт сохранил все свои пищевые качества, его нужно очень быстро, шоково заморозить. Для этого на предприятиях существуют камеры, туннельные камеры, которые позволяют быстро в течение 10-15 минут заморозить любой продукт. Чем это отличается от способа? Тем, что образуются при этом способе замораживания, очень мелкие кристаллики льда, которые не разрывают клетку продукта, пищевую клетку. И поэтому потери при этой заморозке минимальные. То есть продукт сохраняет полностью свои вкусовые качества. Он отличается внешне даже. То есть при размораживании не появляется влага. Но так как в бытовых условиях его сделать почти невозможно, был придуман аппарат. Аппарат для шоковой заморозки в бытовых условиях. Что он из себя представляет? Это изотермический контейнер, который сделан из спененного полипропилена плотного. Это медицинский контейнер для хранения медпрепаратов. Можно взять меньшей емкости, в котором можно будет сделать шоковую заморозку с помощью углекислоты. Жидкая углекислота, из которой мы получим потом сухой лед. Она дает температуру минус 73 градуса. Это обычные огнетушители, углекислотные огнетушители, которые доступны и имеют разный объем. Я в этот контейнер вмонтировал вентилятор. Вентилятор, который имеет небольшую мощность. И этот вентилятор поможет нам потом быстро распределить эту углекислоту внутри контейнера. Это очень важно для того, чтобы продукт замерз в течение не более 30 минут. Это обычный вентилятор, он взят от печки скиновской, который приводится в действие обычным напряжением 220 вольт. Он встроен в верхнюю крышку контейнера. Вот он у нас вентилятор. В чем заключается технология этой самой быстрой заморозки? Мы в этот контейнер помещаем продукт. В данном случае ягода будет у нас помещена. И потом его заполняем сухим льдом, который получаем из огнетушителя. Я сейчас покажу, как это дело получается. Это огнетушитель углекислотный, который заправлен. И на него одет раструб. Вот мы получили небольшое количество сухого льда, который начинает сублимироваться и кипит. Сейчас в этом контейнере температура должна опуститься до температуры сублимации. Вот видите температура, она опускается. Опускается, так как мы немного его... Пауза. Видите, температура опускается минус 23, минус 24. Но это идет интенсивное испарение углекислоты этого снега у нас жидкого. Температура опускается. Он все время у нас сублимируется. Температура падает минус 28. И таким образом мы можем опустить ее до минус 73. Так. То есть температура в контейнере, вон, 31. Минус 30. Мы попадаем на самые охлажденные точки. Минус 25, минус 26. У нас очень низкая. То есть эта температура гораздо ниже, чем в морозильнике. После того, как загружен продукт и получен у нас углекислотный снег, мы закрываем крышку, крышку контейнера. И у нас вентилятор разгонит эту углекислоту и обдует наш продукт. То есть в данном случае ягода будет у нас, которая должна в течение 30 минут охладиться. А для чего нужен изотермический контейнер? Для того, чтобы не было теплопотерь вовне. То есть сейчас в этом ящике, в закрытом ящике, мы можем получить температуру, теоретически, минус 73 градуса. И дальше во втором видео я покажу вам, каким образом можно будет заморозить быстро ягоду, вишню. Спасибо за внимание.